всем привет друзья новый город на карте проекта русский в украине и сегодня мы откроем для себя и для вас николаев поехали николаев был основан в 1788 году после победы над турками и с целью укрепления границ взятие турецкой крепости совпало с днем покровителя всех моряков святого николая поэтому вариантов другого названия новоиспеченного города просто не было вообще стоит сказать что в николаев нам не советовали ехать сами жители города говорили что смотреть в городе особо нечего что горпромышленный и так далее но если мы в хмельницком нашли что посмотреть а ссылочка на хмельницкий сейчас будет вот здесь у вас вылезать то я думаю что николаев нас тоже чем-то удивит но для начала мы заселяемся в наши апартаменты вот где-то здесь они находятся мы остановились в двухкомнатной квартире на улице декабристов в нашем распоряжении была просторная удобная кровать телевизор кухня со всем необходимым совмещенный санузел с гелями шампунями и полотенцами еще одна комната который использовал как офис и зеленый балкончик но забронировали эту квартиру мы через сервис добова точка ком более 40 тысяч реальных отзывов фото и главное видео обзоры квартир очень внимательная и качественная техподдержка ссылочка я оставляю в описании если вы собираетесь ехать в какую-либо город украины обязательно обращайтесь к ним добова точка ком ссылочка в описании ну а мы как можете посмотреть уже приоделись и накрасились главное не спутать кто что сделал из нас и отправляемся знакомиться с николаевым одним из главных преимуществ наших квартир является то что она находится прямо в центре города около проспекта центрального я сейчас иду по аллее которая разделяет две проезжие части и что хочется сказать бросается в глаза прям очень бросается в глаза то что здесь нет людей совершенно знаете почему потому что проспект центральный к сожалению не облагорожен для людей здесь элементарно нет лавочек здесь негде посидеть крыса от жары например в летний зной и так далее и естественно проводить здесь время но просто не хочется первая достопримечательность николаева которую мы увидели конечно после мемориала в честь освободителей города это католический костел святого иосифа смесь модерной готики впечатляет удивительно но этот костел вернули верующим только в 1992 году а до этого здесь была бойня скота здесь был клуб молодежи и клуб строителей как а с 2007 года здесь находится орган поэтому здесь регулярно проходят концерты органной музыки добираться на концерты органной музыки горожанам непросто вот такие пейзажи кстати в этом доме живут люди думаю не добавляют настроения говоря о том что николаев нас должен чем-то удивить я явно имел ввиду нечто другое ребят чтобы не было вопросов что мы якобы там специально что-то там ищем вот центральный проспект собственно говоря а вот улица где все это было снято а еще друзья у меня какой-то большой вопрос вот вы сейчас видите здание за моей спиной в котором почему-то я не знаю почему находится банка наверное что-то не понимаю в этой жизни но что это создание какую историческую ценность она имеет мы к сожалению не нашли напишите просто в комментариях это что-то знаете об этом через дорогу от этого строения есть признание в любви городу и памятник корабелам и флотоводцем он представляет собой трехметровые фигуры судостроителей разных эпох на фоне земного шара мы нашли информацию что композиция которая находится позади меня народе называется шар напишите нам так ли это отсюда же начинается пешеходная улица соборная николаеве есть пешеходная улица это уже большой плюс это пешеходная улица напоминает мне дерибасовскую в одессе ну чем-то она похожа и что еще бросается в глаза что здесь много людей много людей здесь почему потому что по фасадам зданий очень много заведений и конечно же это привлекает людей правда пешеходная улица довольно интересно прерывается проезжей частью вы смотрите и затем опять продолжается это такая пешеходная улица с препятствиями чтобы не расслабляться расслабиться можно вот здесь у собора рождества богородицы или внутри него этот красивый храм был заложен в 1799 году второе его название старокупеческий потому что построен на деньги которые были пожертвованы местными купцами собор рождества богородицы является старейшим храмом николаева а буквально напротив него есть насколько прямое старейшее здание николаева это вот вот такое нечто ну как это комментировать я даже не знаю если честно пойдемте дальше огибаем квартал снова выходим на соборную и оказываемся в довольно приятном месте гуляя по пешеходной улице соборной вы можете попасть вот такой уютный каштановый сквер где очень любят отдыхать судя по всему пожилые люди здесь они играют в домино просто сидят на лавочках беседуют и здесь же находится памятник святому николая в честь которого и назван город но буквально в минуте ходьбы от каштанового сквера есть вот такой на сказать очень оригинальный загс около которого находится вот такой памятник невесте с которой связано довольно забавная интересная история дело в том что при потемке не а именно по его приказу было снова николаев на верфях работал очень много мужчин которым не хватало женщин и а вот эту проблему разрастания города решили довольно оригинальным способом самых красивых девушек из окрестных села стали привозить в николаев для того чтобы они знакомились с судостроителями и таким образом надо сказать было сыграно немало свадеб город стал разрастаться и в итоге здравствует и по сей день но на самом деле я не знаю какие были стандарты красоты в то время но вот памятник выглядит как-то так если будете в николаеве то обязательно прогуляйтесь по улице большая морская она очень красивая здесь очень много отреставрированных зданий и здесь можно перекусить в николаеве мы оценили два заведения первое кофейная пиццерия с карине цены для николаева здесь выше среднего подав блюдо нам не принесли соли и перца но по требованию исправились и принесли обслуживание здесь хорошие но вот и до откровенно говоря на четверку паста была ну очень горячая я обожгла себе язык а ее соус несколько безвкусным рекомендовать заведение можно но можно и посмотреть какие-то другие варианты например ресторан вареники что в самом центре города очень вкусная национальная кухня очень быстро и качественное обслуживание нормальные цены есть некоторые проблемы в туалетах и много искусственного декора в интерьере но что касается гастрономии однозначно оценка отлично знаете друзья вот такой парадокс чем дальше от центра тем больше архитектурно мне николаев начинает нравиться например сейчас за моей спиной находится областной художественный академический драматический русский театр блин с трудом все это запомнил но тем не менее сказал несмотря на то что здание прям скажем немножко разваливаться сверху у него есть такие большие проблемы но тем не менее очень красивый я надеюсь что его им как-то будут заниматься вот и около него есть еще николаевский городской совет тоже очень красивое здание дальше пошел флотский бульвар но есть небольшой нюанс уже темнеет и темнеется с каждым днем все раньше и раньше поэтому давайте знаете что сделаем встретимся с вами завтра но у вас завтра будет буквально через пару секунд а нам еще нужно дойти до дома отдохнуть поспать ну и так далее до встречи вот так то лучше пойдемте дальше знаете друзья вот здесь около городского совета есть таблички что выгул собак запрещен но смотрите собаки сами выгуливают себя в николаеве городская администрация находится прямо напротив рады рада вон городская администрация вон и вот здесь есть еще такой сквер 68 десантников на котором кстати говоря горит вечный огонь далеко не во всех украинских городах горит вечный огонь но в николаеве он есть и действует 68 десантников это герой великой отечественной войны которые в марте 44 года на протяжении двух суток удерживали порт в оккупированном немцами городе 56 из этих добровольцев погибли в этом же сквере мы увидели первое возможно единственную памятку о достопримечательности она написана только на украинском языке к сожалению не дублируется на английский что для туристов не очень хорошо около областной рады находятся красивые каскадные фонтаны которые правда сейчас не работают просьба жители николаева которые будут смотреть этот ролик написать работают ли они в принципе быть может сейчас просто не сезон все-таки осень настала возможно летом они работали напишите кто что знает по этому поводу вниз от администрации идет вот такая старинная улочка а вот это насколько я понимаю какие-то остатки крепости николаевской которая здесь когда-то была возможно опять же вопрос к жителям николаева что это за такие стены мощные но я думаю что да это как-то должно быть связано с историей города на сказать что это реально очень красивое место для фотосессий но и к сожалению для складирования мусора тоже потому что здесь его как мы видим очень и очень много николаев знаменит своим судостроительством и здесь вот где я сейчас стою мы нашли вторую памятку которая говорит о том что в 1787 году здесь было начато строительство первой судостроительной верфи а уже спустя три года был спущен на воду первый парусный корабль а сейчас здесь есть такое творческое креативное пространство понтон которое было создано активистами города для того чтобы здесь можно было отдыхать может быть здесь даже какие-то стендапы происходят а вот река ингул и мост через нее еще одно отличное место для фотосессий и для рыбалки тоже хоть она и по идее запрещена но никого это как мы видим не останавливает набережная в николаеве не самое лучшее но и не самое худшее пожалуй из тех что мы видали здесь есть как довольно новое благоустройство вот так и тут же довольно старое посредственное старые лавочки и уже такой покалеченный так скажем асфальт зато здесь есть вот такие прогулки на катамаране катамара называется любовь иванова прогулки по южному пугу и ингулу эти две реки разделяет вот тот самый ингульский мост и стоимость этих прогулок 120 гривен час поднимаемся вверх и оказываемся на флотском бульваре здесь находится корабельная пушка как символ города корабелов памятник соратнику потемкина михаилу фалееву еще один информационный стенд который правда дает информацию не столько об этом месте сколько о том чего здесь нельзя делать ротонда вот такой источник как это крайне непонятная композиция и еще один памятник адмиралу макаров этот бульвар любимое место прогулок горожан хотя если честно на нас она не произвело какого-то супер вала впечатления но что николаеве красиво так это храмы за нашей спиной вы сейчас видите лютеранскую кирху храм который лично утверждал николай 1 храм который очень сильно выбивается из окружающего архитектурного ансамбля и храм на вершину которого я не знаю зачем присобачили современные часы чтобы не терять много времени садимся на комфортнейший высокоскоростной трамвай и мчимся к парку шевченко николаев конечно расстраивает своим благоустройством смотрите на это трава уже поросла сквозь асфальт никому нет дела вообще до этого парка кроме газонокосильщиков которые благополучно и красиво стрибут трав несмотря на неважное благоустройство и плохое состояние города в целом местные жители не унывают самолично обустраивают его как мы уже показывали около понтона и рисуют вот такие надписи счастливого кризиса и веселого нового страха попробуем быть такими же оптимистами как николаевцы вот это чем вам не сад а вот наглядная борьба с асфальтным покрытием в парках а вот вполне себе массажная поверхность для босых прогулок что еще в парке хорошо так это то что здесь высокие фонари и потому что никто не может до них докинуть и они целы и это конечно здорово еще из плюсов этого парка из редких плюсов этого парка это новые деревья которые высадили они прижились все нормально и вот там и он там тоже не есть но на фоне вот этого беспредела вдруг откуда не возьмись появилась зашибись николаевская филармония правда она называется почему-то дом культуры строителей что сбила нас толку рядом тоже есть знаменитая николаевская обсерватория но вход на ее территорию увы возможен только по предварительной записи с экскурсиями или фотосессиями поэтому посмотреть на нее нам удалось лишь издали а вот к этой штуковине который находится ну практически на отшибе города мы бы на самом деле бы и не пошли если бы ни один очень важный факт дело в том что это водонапорная башня которая была сконструирована по проекту инженера шухова впервые в мире была использована для системы городского водоснабжения друзья если вы хотите почувствовать себя килькой в бочке то проходитесь на николаевском транспорте мы только что сделали это ощущение незабываемое и значит приехали мы на улицу садовую потому что она очень красивая это одна из самых красивых улиц города сейчас мы вам ее покажем открывает ее кафедральный собор касперской иконы божьей матери которому недавно исполнилось 100 лет это наиболее сохранившийся после большевиков храм его первоначальный облик на сегодняшний день практически полностью восстановлен вообще в николаеве особенно любят две вещи первая это якорь который встречается везде в городе и вторая вещь это львы мы здесь есть много где и вот сейчас мы находимся в сквере рады европы и здесь находится статуи таких двух красивенных львов а смотрят эти львы на касперский собор иконы божьей матери далее идет монумент европа в виде бегущей девушки которые держат над головой венок и звезд их не знает совет европы как в николаеве выглядят одноименный сквер кстати говоря фигура этой девушки была подарена городу арсением я ценюком выше пример министром украины и местные шутят что это его жена который бежит в европу и вот и такой идешь идешь по этому скверу идешь идешь и упираешься в что отсутствие пешеходных переходов как тебе перейти туда ну наверное надо перелететь как бы вон есть один переход ну как нему дайте вопрос мы пока еще не научились летать поэтому будем нарушать правила дорожного движения но единственный пешеходный переход который находится здесь ведет прямиком к манганаровскому скверу это парк в форме пятиконечной звезды сейчас вам это не видно конечно но с высоты птичьего полета это видно отчетливо и на карте google map store если вы никогда не были в музее алюминиевых крыш то николай вам это предлагает смотрите вот он и причем смотрите как здесь все комфортно продумано здесь есть лампочки здесь есть урны лавочки вы можете присесть и посмотреть на этот прекрасный музей все для людей замечательно приятного отдыха николаевцы ладно шутки в сторону что здесь должно быть или что здесь было для туристов это большой вопрос потому что никаких указателей нет и вот приходится додумывать вот такие вот всякие комические истории ну из хорошего в этом сквере есть прорезиненная спортивная площадка ура это победа и что а вот знаменитая николаевское адмиралтейство адмиралтейство в котором ныне располагается административный корпус николаевского судостроительного завода это пожалуй самое узнаваемое место города около него находится такой небольшой памятник основателю города потемкину и его там наверху на шпиле есть небольшой кораблик в котором сохранено письмо потомкам открыть это письмо собирались в прошлом году насколько мне известно но из-за того что здание находится в довольно скверном состоянии на этот шпиль просто не рискнули лезть вот такая история и стоит сказать что здание находится в скверном состоянии как я уже сказал несмотря на то что ему меньше 70 лет оно было построено в 1951 году ну и последнее место которое мы посетим в николаеве это конечно же зоопарк самый лучший зоопарк страны на него мы выделили специально порядка трех часов постараемся успеть все посмотреть надеемся что у нас не разочарует и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok